Позвольте поприветствовать всех участников секции кардиология, а также руководителя секции, глубоко уважаемую Веру Исаковну, и выразить благодарность за предоставленную возможность выступить с онлайн-докладом на тему «Метахондриальная дисфункция сердца при росте меланомы в эксперименте». Сердце постоянно потребляет большое количество энергии, необходимое для сокращения сердечной мышцы и циркуляции крови. Однако его способность накапливать энергию неожиданно низком. В миоцитах сердце митохондрии занимает примерно 1 треть объема клеток, что отражает их высокие энергетические потребности. Метахондрии клеток в сердце расположены в основном рядом с миофиламентами и способны использовать жирные кислоты для производства и непрерывной подачи энергии, необходимой для работы и выносливости сердца. Поэтому неудивительно, что митохондриальная дисфункция тесно связана с развитием кардиомиопатии и повышенным риском сердечной недостаточности. Общеизвестна тесная связь сердечно-сосудистых нарушений с опухолевой болезнью. Спектр кардиальных нарушений у онкологических больных достаточно широк и ассоциирован с повреждением не только мембран кардиомиоцитов, но и их субклеточных структур. Болевой синдром является одним из самых распространенных симптомов у онкологических больных, а с прогрессированием заболевания его частота увеличивается. Причины боли у онкологических больных, как правило, многофакторные. Прямые и косвенные эффекты рака, побочное действие противоопухолевой терапии, сопутствующие заболевания. А патофизиологические механизмы сочетаны, включая как ноцицептивные, так и нейропатические компоненты. Известно, что болевые воздействия разного характера вызывают изменение основных видов обмена веществ, повреждения тканей и, что особенно важно, дисфункцию сосудистой системы. Резюмируя все вышесказанное, стоит отметить, что изучение митохондриальной дисфункции, как и опухолевой болезни, и болевого синдрома, и их сочетания, может обозначить критические дисфункциональные точки или маркеры. Детальное исследование биологических параметров организма возможно на экспериментальных моделях. Приоритетом в этом случае служат животные модели. Учитывая все вышесказанное, возникла необходимость изучения митохондриальной дисфункции на экспериментальной модели. И перед нами возник вопрос, каковы же основные факторы дисфункции митохондрий при опухолевой болезни и хронической нейрогенной боли. Целью настоящего исследования явилось изучение показателей апоптоза в митохондриях клеток сердца, самок мышей, линии С57-БЛ6 при стандартном и стимулированном болью росте меланомы B16-F10. Ранее работами нашей лаборатории на экспериментальных моделях было доказано стимулирующее действие хронической нейрогенной боли на опухолевый рост, которая проявлялась в раннем появлении опухолевого узла. Часто метастазирование зачастую в нехарактерные области, большим объемом опухоли и меньшей продолжительностью жизни. В нашей работе использовали мышей-самок линии С57-БЛ6 в количестве 168 животных восьминедельного возраста с начальной массой 21-22 грамма. Животные были получены из научного центра биомедицинских технологий ФМБА. Штамм меланомы B16-F10 был получен из НМИЦ онкологии мини-блохинам. Трансплантацию меланомы B16-F10 животным осуществляли путем стандартного подкожного введения опухолевой взвеси под правую лопатку в объеме 0,5 мл взвеси клеток в разведении 1,10 в физиологическом растворе. Модель хронической нейрогенной боли воспроизводили путем двустороннего наложения аллигатуры на седалищные нервы под ксилозалетеловым наркозом. Животные были распределены методом случайной выборки на следующие экспериментальные группы. Интактная группа и группа сравнения со стандартной подкожной трансплантацией меланомы B16-F10. Контрольная группа с воспроизведением модели хронической нейрогенной боли и основная группа, которым воспроизводили модель хронической нейрогенной боли, а через три недели после этого трансплантировали меланому B16-F10. Декапитацию животных в основной группе и в группе сравнения осуществляли на 7-й день, 14-й и 21-й день роста меланомы. После декапитации у животных с применением хладагентов быстро извлекали сердце и выделяли метахондрии методом дифференциального центрифугирования. Полученные метахондриальные образцы в концентрации белка 4,6 г на литр до анализа хранили при минус 80 градусах. Методом ИФА определяли концентрацию цитохрома С, Каспазы-9, Бесель-2, АИФ, концентрацию кальция и белка. Дополнительно в нативной метахондриальной суспензии исследовали структурную самоорганизацию метахондрий в мазках, окрашенных по Поппингейму, под контролем фото- и видеорегистрации. ЦАТ-анализ результатов проводили с помощью пакета программ «Статистика-10». Результаты. В динамике стимулированного роста меланомы отмечали повреждения сердечной мышцы на первой неделе у 14% животных. На второй неделе количество животных увеличилось почти в 4 раза, а к третьей неделе достигало 71%. Фиксировали следующие повреждения. Кровозлияние в миокарде, очаги некроза, разрыва отдельных клеток, очаговая инфильтрация лейкоцитами, фиброзный некроз стенок сосудов, расширенные полости сердца, кровяные свертки в просвете. Обнаружив такие патологические изменения в макропрепарате сердца, необходимо было оценить, каким же образом отреагировали метахондрии. И прежде всего представляло интерес изучение динамики факторов апоптоза в метахондриях клеток сердца в процессе стандартного роста меланомы на первой, второй и третьей неделях эксперимента. Сначала мы проследили динамику уровня кальция. Через одну неделю с момента трансплантации опухоли уровень кальция упал в 2,9 раза по сравнению с интактными значениями. Через 2 недели в 6,7 раза и до конца эксперимента оставался на низком уровне. Изменения уровня АИФ в метахондриях сердца при стандартном росте меланомы фиксировали со второй недели роста опухоли. Данный показатель снизился в 1,4 раза относительно интактных значений и через 3 недели был ниже в 2 раза. Уровень BCL-2 начал снижаться с первой недели стандартного роста меланомы и стал в 1,7 раза ниже интактного уровня. Через 2 недели был ниже в 2,9 раза, оставаясь таким через 3 недели. Уровень цитохрома и КАСПАЗ-9 в метахондриях сердца статистически значимо не изменялся на всем протяжении стандартного роста меланомы. Вторым важным аспектом нашего исследования явилось изучение показателей апоптоза в метахондриях клеток сердца с воспроизведением хронической нейрогенной боли. Это группа контрольных животных. У животных контрольной группы установлено, что под влиянием боли в метахондриях сердца уровень кальция снижался в 3,2 раза, уровень BCL в 1,3 раза и КАСПАЗ-9 в 1,5 раза по сравнению с показателями у интактных мышей. При этом содержание АИФ напротив было повышено в 2,3 раза, а уровень цитохрома С статистически значимо не отличался от интактного. На графике одражено, насколько сильно хроническая нейрогенная боль меняет образ исходного состояния метахондриальных функций. В дальнейшем мы изучили, каким образом изменяются показатели апоптоза в метахондриях сердца под воздействием стимулированного роста опухоли. В основной группе животных через одну неделю стимулированного роста посредством ХНБ уровень кальция вырос в 5,3 раза относительно контрольных величин. В последующие сроки исследования уровень кальция снижался практически до неопределяемых значений. Уровень АИФ в метахондриях клеток сердца в динамике стимулированного роста меланомы изменялся скачкообразно. Через одну неделю после трансплантации опухоли вырос в 3,7 раза, затем через 2 недели упал до уровня контрольных величин и через 3 недели стал в 5,2 раза ниже, чем у контрольных животных. Сходным образом изменялся уровень BCL. Так, уровень BCL через одну неделю стимулированного роста меланомы увеличился в 1,7 раза по сравнению с контролем, а через 2-3 недели упал и стал в среднем в 2,2 раза ниже показателей в метахондриях контрольной группы. Изменения уровня цитохрома С были зафиксированы только со второй недели. Данный показатель снизился в 2,2 раза и оставался таковым на третьей неделе. Уровень КАСПАЗ-9 на всем протяжении стимулированного роста меланомы был высоким, в среднем в 2,4 раза выше контрольных величин. Изучение факторов апоптоза метахондрии было дополнено морфохимилюминесцентными исследованиями. При микроскопии мазков суспензии метахондрии клеток сердца на 2-3 неделях стимулированного роста меланомы был зафиксирован процесс холодного свечения высокой яркости. Во время фото- и видеофиксации был установлен феномен свечения, который проявлялся как в виде точечного химилюминесцентного реагирования субстрата, представляющего собой обширные поля мелких гранул ассоциатов метахондрии, так и образование дислоцирующихся в поле зрения укропненных комплексов ассоциатов линейной нитевидной формы. Свечение образцов метахондрии сердца сопровождалось яркими вспышками, а также 10-15-секундным интенсивным белым свечением с постепенным его угасанием и оседанием крупной нитевидной агрегации метахондрии на субстратный слой. Эффект свечения появлялся только в ассоциатах метахондрии сердца у животных при росте опухоли, стимулированной хронической нейрогенной болью. Возможно, структурирование ассоциатов метахондрии кардиомицидов связано с формированием длинных электронтранспортных систем. В таком случае можно отметить единый сложный путь самоорганизации метахондриальных процессов в реализации программы гибели кардиомицидов, включая обнаруженные изменения кальция BCL2, АИФ, КАСПАЗа-9 как закономерный итог стимулированной хронической нейрогенной боли роста меланомы B16F10. Подводя итог данному исследованию, позвольте остановиться на самых важных обнаруженных закономерностях. Итак, выявлено, что при стандартном росте меланомы у самок мышей уровень кальция в метахондриях северца прогрессивно снижался, но оставался на значимых показателях. Поскольку кальций является важным вторичным мессенджером, связывающим сократительную функцию сердца и метахондриальный метаболизм, можно предположить нарушение сократительной функции сердца в динамике стандартного роста меланомы как проявление опухолевого стресса, а точнее системного влияния опухоли на организм. Вместе с тем, при макроскопическом осмотре и морфологическом исследовании признаков повреждения сердечной стенки не обнаружено. Интересно, что хроническая боль также приводила к снижению уровня кальция в метахондриях сердца, но без нарушения структурной целости клеток миокарда. В отличие от двух предыдущих патологических воздействий, стимулированный рост меланомы на начальном этапе сопровождался резким повышением содержания кальция в метахондриях сердца. Именно в этот период зафиксировано 14% животных с повреждением миокарда. Метахондриальный метаболизм стимулируется кальцием, но при патологических условиях перезагрузка кальцием может спровоцировать открытие переходной поры, через которую происходит высвобождение метахондриального содержимого, такого как цитохром С, что в свою очередь вызывает апоптос или потерю мембранного потенциала и как следствие депривацию АТФ и Дальнейший стимулированный рост меланомы вторая и третья недели характеризовались резким снижением уровня кальция в метахондриях сердца практически до нуля, что возможно расценить как резкое нарушение ритма. Именно в эти сроки исследования обнаружено большой процент случаев инфарктов у самок мышей. Следующий показатель, который заслуживает более пристального внимания, это АИФ. Было зафиксировано, что при стандартном росте меланомы наряду с падением содержания кальция, начиная со второй недели роста опухоли, в метахондриях сердца самок мышей отмечается снижение уровня АИФ. Этот факт, вероятно, следует рассматривать как постепенный переход на гипоксический тип дыхания и выработку АТФ. Падение уровня АИФ можно было бы трактовать из позиции внутриклеточного стресса, в результате которого происходит деполяризация мембраны митохондрии с последующим высвобождением апоптогенной формы АИФ из митохондрии в ядро клетки, где он вызывает конденсацию хроматина и крупномасштабную фрагментацию ДНК. Несколько иная ситуация складывается при стимулированном росте меланомы. Прежде всего, сама хроническая нейрогенная боль вызывает более чем двукратный подъем уровня этого фактора и еще большее его увеличение через одну неделю после трансплантации опухоли и резким падением на второй-третьих неделях, что также коррелирует с уровнем кальция. АИФ требуется для нормального процесса окислительного фосфорилирования. Кроме того, дефицит АИФ приводит к более высокой чувствительности к окислительному срезу. Похожая динамика была отмечена для BCL2, которая осуществляет контроль проницаемости митохондриальной наружной мембраны. При стандартном росте опухоли в митохондриях сердца содержание BCL2 прогрессивно снижалось. В то же время при стимулированном росте меланомы на первой неделе обнаружено повышение уровня BCL2 и после этого на второй-третьей неделях резкое падение, что аналогично изменениям содержания кальция и АИФ при стимулированном росте опухоли. Известно, что митохондриальная функция тесно связана с кардиомиопатиями и ишемической болезнью сердца, хотя точно лежащие в основе механизмы не до конца понятны. Ясно, что митохондриальный метаболизм активно вовлечен как в повреждение сердца, так и в защиту сердца. На препаратах митохондрии сердца у животных со стимулированным ростом опухоли фиксировали значительные площади ассоциатов, образующих комплексы и пространственно усложненную самоорганизационную сеть, сетевую структуру. Все это указывает на важную роль поверхностного заряда в образовании межмитохондриальных контактов. В силу этого непроходящая болевая стимуляция модифицируя патогенез опухоли детерминирует возможный путь энергобеспечения через самоорганизацию длинных электронно-транспортных путей, трансмембранного перемещения протонов и повышения разности потенциалов на мембране с последующими фотоэффектами свечения. Укрупненность размеров перемещающихся в пространстве светящихся агрегаций указывает на их сложную многомерную организацию. Очевидно, критически высокая нагрузка сердца в условиях интеграции хронической боли и роста опухоли реализуется благодаря компенсаторным процессам самоорганизации митохондриома как ключевого фактора жизнеобеспечения в условиях пролонгированного стресса, когда защита достигается путем больших энергетических трат. Учитывая вышеизложенные, считаем возможным заключить, что стандартный рост меланомы B16F10 и хроническая нейрогенная боль в самостоятельном варианте у самок мышей сопровождается снижением дыхательной и энергетической функции митохондрии сердца. Рост меланомы стимулированной HNB усугубляет митохондриальную дисфункцию и приводит к развитию инфаркта миокарда у подавляющего числа животных, демонстрируя нарушение организации полиферментных систем эпоптоза, высокий уровень окислительного стресса, индуцирующего химилисценцию ассоциатов в рамках патогенетического механизма гибели кардиомицитов. Спасибо за внимание.